Ура! Смотрим. Пин, ты ко мне? Всем привет! Это канал Таня Плюс Танца. Сегодня у нас будет очень интересный выпуск, очень необычный, потому что у нас будет коллаборация с каналом про балет, который наверняка вы знаете, и его основательным ведущим, Чувеку Тишон. Ведущим солистом. Ведущим солистом. Стой динам цикл. Чувачева? Ведущим солистом. Это я ведущий солист в студии Дэн Сиклера, да, конечно. Самый главный солист. Дэн Сиклера, что еще можно добавить? Илья, здравствуйте. К этому можно добавить, что я еще преподаю в Академии русского балета имени Вагановой, но преподаю не детям, а преподаю студентам, взрослым. Учу, как их учат. Учите, как учить другим. Да, учу, как учить. Да, меня точно учишь? В основном ты меня учишь. Выжжая ступень, наверное. А еще организую курсы повышения квалификации для всех желающих, не для всех желающих, а для тех, у кого есть среднее специальное образование. Интересно. Мы делаем курсы повышения квалификации по самым различным направлениям. Все подробности вы можете спросить у Ильи. Ссылка на его соцсети, на канал. Леонида Ильича. Да. Кстати, вообще-то. Вообще-то. Вообще-то Леонид Ильич. Понятно. Критика посыпалась. Очень интересная история о том, в чем отличается классический балет в России, в Европе, в Америке и в Азии. Такая очень большая, объемная тема, но мы постараемся ее как-то сжать. Ну, сразу же мы сжимаем эту тему, мы не будем говорить, чем отличается весь балет. Вообще-то. Как говорится. Наши суть. Весь балет мы попытаемся поговорить о школе, как отделяются, чем различаются школы друг от дружки. Наверное, так. Чем они отличаются, ты мне расскажи. Чем школы? Ничем не отличаются. Ничем не отличаются. Поэтому мне интересно, чем отличаются. Ты все равно стоишь у станка, занимаешься станок, середина, ты прыгай. А вот у меня одно и то же вариации танцуешь. Чем они отличаются? Слушайте, я, кстати, смотрела недавно тоже какой-то канал на YouTube. Там девушка, блин, то ли с Америкой, то ли с Англией. И она... С Москвой. С Москвой. С Москвой. И она, в общем, сравнивала, по-моему, американскую... А, версию русскую, да. Да, там пируэты, что-то там, еще какие-то походы, да, были. И все это она эксплуатировала, видимо, своей ученице, она не показывала, а та повторяла. Ну, я, в общем, я так поняла, что они выяснили, что русская школа легче и, типа, удобнее пользоваться приемами русской школы. Ну, значит, какие-то там есть разницы. Смотрите. Приемы. Смотрите. Хочется разочаровать. Смотрите. Что это? Что разницы нет? Да, это ничего. Таня, таня. Ну, школы различаются деталями, некоторыми нюансами. Ну, в общем, в общем, к плее все делают примерно одинаково. И кошмар последнего века состоит в том, что практически все школы стали похожими друг на друга. То есть, да, вот та самая глобализация, которая проходит везде в мире, она коснулась и балета. Меня так раздражает, что я умный, типа, глобализация, такие дурацкие слова. Не, ну, как раздражать. Проходят уроки классического танца. И все они одинаково начинаются с одного и того же и заканчиваются одним и тем же. Даже порядок... Кровью и пост. Согибаю. Слезами еще. А он уже похож на дружку. А почему кошмар? Почему это плохо? Если, допустим, посмотреть на уроки звезд педагогики. Ну, допустим, сегодня, кто наиболее знаменит, как педагог, да? Ковалева, знаменитая питерская. У нее экзерсис... Питерская. А, петербургская. Петербургская. Спасибо. Глобализация, да, питерская. У Ирии Леонидовича. У Ирии Леонидовича. У Ирии Леонидовича. От того, о чем я говорю, от вот того шаблона, от того схемы. То есть, где-то в начале, в середине, между движениями, она вставляет уже задания, в которых нет описаний в учебниках. То есть, мы как-нибудь должны с вами урок посмотреть. Я была живьем. Кто-то выпендрился, а девочки нет. А у них не были. Классно. У меня в свою педагогическую наработку, она использует... Насранка. Класс. Он не такой, как у всех. Поэтому плохо. Поэтому плохо. Плох шаблон. Если бы педагоги более творчески относились, если бы педагоги не боялись экспериментировать в рамках согласия старших товарищей. А то, что, знаешь, я боюсь посмотреть видео, как все начнут экспериментировать. Нет. Просто у каждого педагога под финал его карьеры, под самый финал, появляется свой багаж. Только ему подходящих приемов. То, какими он способами достигал результата. Как правило, педагог умирает и не оставляет после себя записок, не оставляет после себя наследие, не рассказывает, как и почему он это делал. Поэтому следующий педагог начинает все заново. Но новые педагоги, новые дети начинают заново пытаться это все узнавать, экспериментировать. Да, было бы хорошо, если бы посмотрели бы на уроки мастеров и запомнили. Скучно. Два принципа преподавания. Есть принцип преподавания, если можно так сказать, вагановской школы. Это когда самые первые шаги уже должны, самые первые шаги в балете, уже должны исполняться с должным качеством. То есть, когда мы, если мы говорим про постановку корпуса, вот, или про постановку позиции ног. Вот только так и никак больше. И вот все должны обязательно соответствовать этим приемам. И практическая часть, чтобы мы встали и я ее объяснял, если только бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Она же обычно что-то делает в жизни. Она тут постеснялась, наверное. Все его постеснялись. Случается уже здесь вытяни, здесь напряги, здесь подтяни, здесь голова так-то и так-то. Слушай, а у нее основная работа вообще какая? Она на телеке работает. Она журналист, по-моему. А, журналист? Да, по-моему. В какой сфере она или там... С едой? Я ее видела, да, она какую-то еду какую-то дегустировала. Нет, наверное, она просто типа участвует. Не, они тоже снимают, просто я не помню на каком, но они телеком. А есть, был-существовал еще другой способ, и он в мире существует. Вообще ужасно, я говорю, был-существовал, и теперь он-существует. Нет, забудьте все, что было до этого, заново. Ну и так, глобализация. Да, я это не придумываю. Я верю. Нет, я это не придумываю, мне это передали мои педагоги-старики. Они говорили, что позволяли, давали сразу исполнительский вариант простого движения. Батман, Танзюф, Фонзюф, ЖТ... О, с акцентом, браво. Питерский. Питерский. И закрывали глаза на качество. Наш вариант. Закрывали глаза на качество. В исполнительском темпе идут задания, все идет. А на качество педагог не смотрит. Ученик должен обладать как бы типом движения, сердцем движения. Должным характером, музыкальностью. Понять по пластике, что происходит. Педагог молчит. Ромашек. Потом, когда педагог видит, что ученики уже нормально... Ритмичность появлялась. Ритмичность появлялась. Когда это... Потом педагог видит, это через год. С небес уже просто. Какие-то детали можно уже сказать. Говорит, ну а теперь выверни. Вот он начинает потянуть. А теперь прижми ягодицу. А теперь напряги животом. А теперь поправь... О, ну я пошел. Все. Напрягать, ну не... В чем на другая школа? Не по слогам, а сразу что-то, какое-то движение. А потом уже, когда человек понимает, о чем, что и как делать, потом уже начинаются правила. Вот совершенно противоположные. Говорит, что-то вознется. Как просветление. Зараза. Гуру. 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 Понятно. Ну что тебе за вопрос? Вопрос. Она задала, я по-своему ответил. Чем различаются школы? Есть ли различия в школах? Русских, американских, азиатских, там еще чего-то. Мое мнение было, что приевцы делают одинаковые разницы в небольших деталях. Ты что-нибудь можешь сказать? Меня прошу как-то принциповать, или вообще в принципе, постановку вопроса. Я за всю свою жизнь знаю только одно. Есть педагоги хорошие, есть плохие. Нет никакой разницы в школе. Есть одни и те же комбинации у всех абсолютно балетмистеров. У Петипа, у Баланчина, у Бижара, у Ролана Петти, у кого угодно. У Магмивана одна и та же комбинация. Допустим, Арабеск, Фаир, Амверсе. Она присутствует везде, во всех. Но хореографию отличает только акцент, только счет. Потому как бы можно одну и ту же комбинацию делать с разными акцентами. И это уже хореография. То же самое и с преподаванием. Если педагог понимает, что такое ритм, если он понимает, что такое мышцы, если он понимает, что такое координация, индивидуальная координация ученика, если он понимает, что такое задача, для чего дается то или иное движение, сочетание движений, для чего он задает, потому что любое движение должно быть проведено через весь станок в сочетании, через всю середину, через все прыжки, для того, чтобы потом это использовалось в вариациях и так далее. К сожалению, людей, которые это понимают, их единицы. Из миллиардов людей, наверное, на земном шаре есть три или четыре. Все остальные просто дают уроки. Не бывает классов Петипа, не бывает классов Вагановой, не бывает классов Чикетти. Есть уроки, записанные их уроки. Но это люди давали на определенный материал, в определенное время, при определенном репертуаре, при определенной координации тех людей, кто у них ставил в классе. Потому говорить о том, что какой-то есть закон, применимый для Пети и для Васи одинаково, нет, к сожалению. Конечно, когда ты учишь класс, ты учишь детей, ты должен показать программу, ты пытаешься их научить. Но когда ты начинаешь готовить репертуар, одну и ту же вариацию в Щелкунчике, в Любином озере, в Спящей красавице, ты начинаешь готовить сообразную индивидуальность этого человека. Потому в русском балете было, к сожалению, до недавнего времени амплуа. Не может каждая уродина танцевать джизель, не может каждая уродина коротконогая и кривоногая танцевать адеппу и так далее, и так далее. Не может каждый человек выходить с Алором или Альбертом. Этого не может быть, потому что для этого подбирали специально артистов. И никогда, например, для меня это было свято. Я никогда не танцевал чужой репертуар. Мало того, не перетанцевал ни один день, потому что я уважал свою профессию. Мне было безразлично, кто мне что не говорил, кто мне что... У меня были свои приоритеты и свои какие-то ориентиры. Что касается того, кто как учит, ну, одно и то же плие могут учить все педагоги школы, и не научить никто, а может быть, один педагог научит делать это плие. К сожалению, чем больше я преподаю, чем больше я принимаю экзамены, чем больше я смотрю по миру, педагогов нет. Категорически, катастрофически нет. Их в мире 2-3 человека. Все остальное это просто коч. Или как это? Слава богу, что мы не доктора. Люди, которые, ну, просто задают комбинации. Комбинации можно задавать по угоду. Есть огромное количество людей, которые имитируют классы МСРР. Есть огромное количество людей, которые имитируют классы якобы легата. Есть огромное количество людей, которые имитируют якобы русскую школу Ваганова. Это все ерунда. Если человек не понимает, то он никогда не научит. И такой пример просто элементарно. Вот один из ведущих педагогов Академии русского балета, это Людмила Валентиновна Ковалева. Если посмотреть на ее метод преподавания, он никакого отношения не имеет к стандартному, так скажем, вагановскому методу. Но у нее за ее огромный творческий путь, за ее огромный творческий опыт создалась своя система. Конечно, это можно назвать школой Ковалевой. Но владеет ею только она. И она, сочетая какие-то свои наработки, свой опыт, свои размышления, дает результат каждый раз. Каждый раз разный, потому что дети разные и так далее. Потому что она понимает, зачем она это делает. И очень часто я с ней в чем-то соглашаюсь, не соглашаюсь. Мы с ней иногда обмениваемся какими-то, ну как бы друг другу помогаем. Иногда мы спорим о чем-то. Но я знаю точно, что она в итоге приведет к тому результату, который нужен, потому что у нее есть этот дар. И очень много людей, которые рядом преподают, которые делают типа точно по кальке, якобы вагановской школе, но у них ничего не получается. Они получаются, потому что они просто не понимают. С Людмилой Валентиновной можно соглашаться или не соглашаться, но победителей не судят. И тут в данной ситуации я очень часто с ней в чем-то не согласен. Мы с ней иногда не по методике спорим, а спорим по каким-то, можем, стилистическим моментам. Но у нас по методике с ней нету спора, потому что мы это делаем для сцены. Мы понимаем, что нам нужно любыми способами того или иного индивидуума привести к результату. А с некоторыми спорить, что спорить, что не спорить, никогда они не приведут к результату. Я тебя обожаю. На всех, вот если взять в московском училище дело Пестова и посмотреть все его обсуждения, всех его экзаменов, есть одно и то же замечание. Оно проходит через все его экзамены. Ребята оттягиваются у станка. Они будут плохо стоять на середине. Его все ученики выходили на середину и стояли как в коконии. Потому что он умел поставить на ногу. А то, что они оттягивались у станка, это был его такой, видимо, какой-то метод. Не знаю, у меня нету ощущения. Когда мои ученики приехали в Париж и стали заниматься в Парижской школе, к ним подходили все и говорили, что они оттягиваются у станка. Я стал смеяться, потому что они вышли на середину. Мои стояли, все остальные лежали на полу. Вот и все. Это есть непонимание того, как надо поставить ось. Люди не понимают, что мне сделать. Я все, что мог. Я сделал три экзамена, два выпускных, один второго курса. Пусть кто-нибудь сможет научить хотя бы сделать половину движений, которые у меня дети делают на втором курсе. И так, как они делают. С такой чистотой, с таким пониманием оси, с таким приземлением и тишиной. Тогда я, может быть, вступлю в диалог. Я бы не хотел стать твоим конкурентом, это точно. Но, секунду, секунду. Я не про конкурент, я просто вообще ни с кем не соревнуюсь. Мне абсолютно, мне вообще давно наплевать в мире балета на всех. И на коллег танцующих, когда я танцевал, и на коллег преподающих по одной простой причине. Я понял, что я ни с кем не хочу вести никаких дискуссий. Я занимаюсь своим делом, и мне никто не интересен. У меня есть колоссальные результаты, потому что именно мои ученики, ну, так или иначе, они составляют... Резюмирую, я тебя обожаю. Почему? Потому что точно так же коснулся Ковалева и объясняю, что она... Просто это примерность. Она не шаблон. Она не шаблон. Она может трансформировать урок под свои нужды сегодняшнего дня. Она видит цель, она туда дойдет любым способом, меняя все, что угодно. Ну, потому что это и есть педагогика. И точно так же я обжегся на Пестове, которого я пытался копировать много лет. Все копируют Пестово на сегодняшний день, его так называемые ученики, потому что когда им надо сказать, что якобы они умеют что-то, они сразу говорят, что это метод Пестова. Они ничего в этом не понимают. Они никогда у него не учились преподавать. Они у него, конечно, учились в школе, когда были детьми. Но они не понимают, зачем он это давал. И несмотря на то, что Петр Антонович не менялся в течение своей жизни, очень тяжело что-либо менял, он подстраивался под материал. И только перед смертью он все-таки сказал честно, что, и это вот написано в книге, в интервью, где он дает обо мне, он сказал, что ему в жизни повезло два раза. Потому что это был идеальный материал, да, это был Волова Малахов, и мне очень повезло быть этим вторым, потому что это был просто очень удобный материал, на котором он отчасти экспериментировал. И если на Малахове он по-настоящему экспериментировал, то я уже проходил по той дорожке, по которой он прошел с Малаховым, где он 8 лет учил. И, ну, к нам он подходил нестандартно, потому что мы были абсолютно нестандартный материал, и тогда такой материал в мире не учил никто, а ему вот два раза это выпало, да. И когда к нему пришел третий раз такой мальчик, у него с ним уже ничего не получилось. И он потом честно говорил, почему у него не получилось, потому что, ну, просто у него не было силы туда жать. Вот и все. У него не хватило просто своих личных сил, чтобы это дожать. Спасибо большое. 22,5. 22,5? Да, да, да. А 22 это на носочек, а 22,5 это французская школа. Да, и если у французов это не высоко, то у русских это высоко, чуть ли не до колена тягачит. Нормально, у нас аудитория все свои. Подписывайтесь. П tenants א� Jeep. Продолжение следует...